Добрый день, уважаемые наши одиннадцатиклассники! Мы сегодня с вами продолжаем работать над заданием 8 и продолжаем готовиться к единому государственному экзамену. Что же это за задание под номером 8? С чем оно связано? Оно связано со знанием и пониманием синтаксических и грамматических норм русского языка. Когда мы с вами говорили о выполнении задания номер 7, мы с вами сказали, что же это за нормы грамматические. Это нормы, напомню вам, связанные с видоизменением, со строением, с правилом того, как правильно употребить это слово, как правильно его изменить, как правильно его просклонять, как верно поставить его в нужный падеж или нужное число. Обратите внимание, как же формулируются задания под номером 8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. У нас с вами в левом столбике представлены грамматические ошибки, то есть виды этих ошибок, а в правом столбике даются предложения. Какая-то часть предложений может быть сформулирована абсолютно верно, но в каких-то предложениях есть ошибки. И вот наша с вами задача определить, в каких же предложениях будут ошибки. Какие ошибки конкретно будут в каком предложении. Вот такая суть выполнения этого задания. Для того, чтобы правильно выполнить это задание, что мы с вами должны вспомнить? Мы должны с вами вспомнить правила и понять, какие же ошибки могут возникать. Итак, первый вид ошибки. Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом. Я напомню вам, что предлог имеет два разряда. Предлоги могут быть производные и непроизводные. Производные предлоги образованы от самостоятельных частей речи. Это, как правило, такие вот большие предлоги. Такие как благодаря, согласно, наперекор, навстречу. И предлоги могут быть непроизводные. Это, как правило, маленькие, короткие предлоги. Такие как с, из, над, под. Но ошибки могут возникать и при образовании форм слова, даже связанными с такими маленькими предлогами. Например, в предложении «приехал с Москвы». В это предложение грамматически построено неправильно. То есть, как нужно было сказать верно. «Приехал откуда?» «Приехал из Москвы». То есть, ошибки, связанные с употреблением предлога, вот в этом задании, именно таковы. Обратите внимание, пожалуйста, на предлоги «благодаря», «согласно», «вопреки», «наперекор» и так далее. То есть, к этим предлогам мы с вами должны задать вопрос «благодаря чему», «согласно чему», «вопреки чему». Обратите внимание на предлоги «в следствии». Обращаю ваше внимание, что данный предлог «в следствии» на конце имеет окончание «е». Три производных предлога «в течение», «в продолжение», «в следствии» на конце в этих трех предлогах обязательно пишется буква «е». Но если предлоги «в течение» и «в продолжение» пишутся раздельно, то предлог «в следствии» пишется слитно. Еще предлоги «в виду», «в случае». При употреблении этих предлогов должен возникать вопрос «в следствии чего», «в виду чего». Запомните, есть у нас с вами предлог «по» и «после чего-нибудь». Обратите внимание на данное выражение «по приезде в город». Какая частая ошибка может возникать? Ребята иногда говорят «по приезду в город». Это грамматически неверно. Окончания, которые здесь выделены, они правильные. «По приезде в город», «по прибытии на место», «по истечении срока». Так будет верно. Что нужно запомнить? Обратите внимание на такие глаголы, на такие выражения «оплатить что», «уплатить за что». Как легко запомнить? То есть «оплатить проезд» и «заплатить за проезд». Обратите внимание на двойное использование нескольких букв «за». «Заплатить» в данном случае «за» – это приставка, «за проезд» – «за» – это предлог. «Оплатить проезд», «заплатить за проезд». Обе формы являются равноправными. «Беспокоиться можно о ком?» А вот, например, «тревожиться можно за кого?» «Беспокоиться о ком?» – «О маме». «Тревожиться за кого?» – «Тревожиться за маму». «Надеть что на что?» «Одеть кого во что?» «Обращать внимание на что?» и «Уделять внимание чему?» «Отзыв» – «Написать о чем?» или «О ком?» и «Рецензия на что?» «Предостеречь от чего?» «Предупредить о чем?» «Заметить что?» и «Догадаться о чем?» Обратите внимание на данное выражение «скучать по вас». «Я скучаю по вас», «Я грущу по вас». То есть местоимение в данном случае стоит в предложенном падеже. То есть вот такой элемент иллюстрации у нас есть. «Скучать по вас», «Грустить по вас». Давайте посмотрим, какие же ошибки могут возникать при образовании предложения. «Вследствие ранних заморозков камыш и осока вдоль реки покрылись причудливыми ледяными наростами». Вследствие чего? «Ранних заморозков». То есть данное предложение построено верно. «По приезду из Петербурга Гоголь поселился в доме Оксаковых». Мы говорили с вами верное употребление существительного с предлогом «по приезде из Петербурга». Следовательно, третье предложение построено верно. «По приезде в город желательно уточнить туристический маршрут». Какие же ошибки могут возникать еще при образовании форм слова? Вторая ошибка – нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Что это значит? Что это за вид ошибки? Это значит, что главные члены предложения, подлежащие сказуемое, должны обязательно использоваться в одном числе. Они должны обязательно использоваться в одном роде. Они должны быть между собой связаны. Обратите внимание на первое предложение. «Все, кто бывал на Бородинском поле, обнажает голову перед памятниками защитникам национальной свободы России». Вот здесь специально другим цветом выделены те слова, на которые мы с вами должны обратить внимание. Вот посмотрите, пожалуйста, данное предложение сложное. Начинается оно с главного, с главной части «Все обнажает голову перед памятниками». Вот прочитав сразу эту главную часть, мы тут же можем обнаружить с вами ошибку. «Все» – это подлежащее, выраженное местоимением. И это подлежащее задает форму сказуемому «Все». Данное подлежащее стоит во множественном числе. «Все», то есть они, да, множественное число. Они все что делают? Обнажают. Вот она ошибка. Ошибка несогласования. Подлежащего со сказуемым. То есть подлежащее стоит во множественном числе. Следовательно, сказуемое, с которым связано это подлежащее, должно тоже стоять во множественном числе. «Все обнажают». Внутри главного предложения находится предаточное предложение. «Все», а кто «все»? «Кто» бывал на Бородинском поле. В предаточной части мы видим тоже грамматическую основу. «Кто» в данном случае, слово стоит в единственном числе, «бывал» тоже в единственном. Здесь ошибки у нас с вами нет. Значит, если мы исправим вот данное окончание глагола, тогда предложение будет построено правильно. Прокомментирую еще раз. «Все, кто бывал на Бородинском поле, обнажают голову перед памятниками защитникам национальной свободы России». Обратим внимание с вами на второе предложение. «Те, кто бывали на Бородинском поле, обнажают». Вот это наш исправленный с вами вариант. Или могло быть так. «Все, кто бывал на Бородинском поле». Давайте посмотрим, попробуем найти ошибку. Обратите внимание на первое предложение. «Все, кто побывали в Мещерском крае, ощутили его притягательную силу». Обратите внимание, главное предложение. «Все ощутили». Посмотрим с вами на грамматическую основу предаточного предложения, второстепенного. «Кто побывали?». Вот здесь возникает ошибка. «Кто побывал?». То есть в этой предаточной части и подлежащее, и исказуемое должны стоять в единственном подлеже. Во втором предложении вариант ответа правильный. «Те, кто бывал летом в лесу, ощущали на себе его благотворное влияние». Именно вот таким образом мы с вами должны работать над выполнением этого задания. Обратите, пожалуйста, внимание на такое предложение. «Многие из путешествующих, кто бывали на русском севере, стремятся приехать еще раз на Соловки и Кижи». Обратим внимание с вами на то, что предложение тоже сложное. Мы должны с вами найти грамматическую основу. «Многие стремятся». Обратим внимание. И подлежащее, и исказуемое стоят во множественном числе. Это правильно. Обратим внимание на вторую грамматическую основу. В предаточной части. «Кто бывали на русском севере?». Опять-таки, видим с вами подлежащее, да, выражено местоимением. Подлежащее стоит в единственном числе. «Кто бывал на русском севере?». А вот сказуемое у нас первоначально стояло с вами во множественном числе, что недопустимо. Правильно будет сказать так. «Многие из путешествующих, кто бывал на русском севере, стремятся приехать еще раз на Соловки и Кижи». На что мы с вами должны обратить внимание еще? При числительных 2, 3, 4 входящих в состав подлежащего, сказуемое обычно ставится во множественном числе. Обратите внимание. «Три дома на вечер зовут» – выражение Александра Сергеевича Пушкина. «За коляской бежали 4 пса». Также при составных числительных, которые оканчиваются на 1, сказуемое ставится в единственном числе. «Двадцать один ученик участвовал в турпоходе». Данное выражение стоит в единственном числе. То есть таким образом мы с вами находим грамматические ошибки в предложениях. Спасибо вам за внимание.